Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Продолжаю проект «Камчатка. День за днём». Сегодня мы узнаем о том, что писали камчатские газеты в период с 11 по 17 февраля включительно в разные годы века минувшего. И Боже вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты! Итак, приступим к нашим увлекательным чтениям вслух. 11 февраля. Год 1923. Газета «Полярная звезда» сообщает, что в селе Тигиль и его районе начались эпидемические заболевания. «Болезнь сходна с инфлюенцией. Люди болезнь переносят с трудом. Имеется несколько случаев со смертельным исходом. 6 февраля. Умер гражданин Юшин Тихон, житель села Тигиль. Медицинской помощи нет никакой. Положение жителей ужасно. «Где же наш доктор?» – спрашивает газета. «Чего же он ждёт?» На следующий день, 12 февраля, но раньше, в 19-м году века минувшего, в газете «Камчатский вестник» было опубликовано обязательное постановление Петропавловской городской думы, изданное ещё 28 января. Несколько пунктов этого постановления, я думаю, достаточно интересны. Читаем. На домовладельцев Петропавловской и лиц их замещающих возлагается обязанность содержать тротуары против своих усадеб в исправности. А также на обязанности домовладельцев и ведомств лежит очищение снега с тротуаров и посыпка их песком в зимнее время. На исправление испорченных тротуаров даётся двухнедельный срок. Всем домовладельцам и лицам их замещающим вменяется в обязанность при усадьбах иметь выгребные ямы для различного рода нечистот и отбросов. Во избежание загрязнения городских усадебных мест запрещается в городе убой различного вида скота. Для убоя предлагается пользоваться местом под утёсом Никольской горы. Всем владельцам ездовых собак, коров, лошадей и свиней обязываются иметь для указанных животных определённые места, отнюдь не допуская их к беспризорному выпуску на улицы города. Люди, занимающиеся торговлей с съестными припасами, обязываются содержать свои помещения, предназначенные для торговли и хранения съестных припасов в надлежащей чистоте. Владельцы столовых, кофеин, пекарин обязываются содержать свои помещения, как те, в которых происходит потребление чая, кофе, обедов и закусок в надлежащей чистоте и опрятности, а также воспрещается устройство в этих помещениях, квартир для жилья. Вот такое вот постановление. Иншалла! Год 1936, 12-й день февраля. Тот же самый день, только уже на много лет позже предыдущего. Два объявления. Объявление первое. Петропавловский совхоз АКО имеет в свободной продаже свежий и мороженый турнепс. По 60 копеек килограмм свежий и по 50 копеек мороженый. Продажа производится всем гражданам в любом количестве. И второе объявление. Мясо китовое для собачьего корма продается в Петропавловском за год пункте, даль за год пушнины. Следим дальше, что происходило. На полуострове. В разные дни февраля. День 13-й, 1943 год. Газета «Камчатская правда». На страницах газеты публикуются письмо Иосифа Джугашвили, известного под кличкой Сталин трудящимся Камчатки. Прошу передать трудящимся Камчатской области, собравшим, кроме ранее внесенных 32 миллионов рублей и облигациями госзаймов 33 миллионов рублей Фонд обороны Союза СССР, дополнительный 14 миллионов на строительство танковой колонны «Камчатской рыбак», «Мой братский привет» и «Благодарность Красной Армии». И прямо под этой телеграммой опубликована заметка «Благодарность вождя вливает новые силы». «Вчера в Петропавловске» «Вчера» – это значит 12 февраля 1943 года. «Вчера в Петропавловске» в районных центрах, на рыбокомбинатах, в далеких стойбищах Корекского и Чукотского национальных округов состоялись многолюдные митинги, посвященные приветственной телеграмме вождя народов товарища Сталина трудящимся Камчатки. «Благодарность вождя», – говорил на митинге знатный кузнец завода, товарищ Москвин, «влило в меня новые силы, вдохновил на новые производственные успехи. До сих пор я выполнял 3-4 нормы в смену. Сейчас обязуюсь работать еще лучше, не пожалеть сил для помощи Красной Армии». Сразу же после митингов, пишет «Камчатская правда», трудящиеся дополнительно, вносили свои сбережения на танковую колонну «Камчатская рыбак». Коллектив Озерновского комбината собрал вчера 85 тысяч рублей. Рыбаки Крутогоровского комбината передали 10 тысяч 758 рублей. Это газета «Камчатская правда», 13 день февраля 1943 года. Но это не точно. День следующий. 14 февраля, год 1946, опять газета «Камчатская правда». Заметка Валиковского «Праздник у звероводов», переданная по радио с острова Медного. В тот день на острове, пишет газета, была на редкость паспортная погода. Но, несмотря на это, с раннего утра село Преображенское осветилось праздничными огнями. Празднично одетые с радостью на сердце, шли алеуты на избирательные участки, чтобы первыми принять участие в выборах верховной власти советского государства. Подходят звероводы с дальних ухожей. Аркадий Хабаров, конню выборов, выполнивший сезонный план забоя и отпуска песцов, Степан Сушков, Сергей Григорьев, Александр Паньков, пришедшие к выборам с хорошими производственными показателями. Все они бодрые и веселые, идут к избирательной урне и опускают свои голоса за лучших сынов нашего народа. Это дегенератизм. Продолжаем наше чтение. Год 62-й. 15-й день февраля. Газета «Камчатский моряк». Статья «Люди победили огонь». Матрос спасательного судна «Зевс» пишет. «Мы идем тушить пожар на пароходе «Днестр», который стоит в районе судоремонтной верфи. Расстояние до Днепра все короче, и вдруг на пути лед, маневрируя ходами, хотя с трудом, но идем вперед. Спешим на помощь товарищам. Уже видно терпящее бедствие судно. Горят трюмы номер 1 и 2. Корпус здесь накалился до красна, даже лед плавится. Объято пламенем помещение над полубаком. Немедленно врубаем гидромониторы, и мощная струя рванулась на трюм номер 2. 9 часов. Завершает свою статью матрос Воронин. 9 часов продолжалась борьба людей с огнем, пока не была одержана победа. Трудное испытание команда «Зевса» выдержала с честью. День следующий. 16 февраля. Год 1935. Газета «Камчевская правда» сообщает, что Петропавловским ближним совхозам приступлено к постройке моста через реку Половинку. Новый мост даст возможность, независимо от состояния реки, возить в совхоз сено и наладить регулярное конное сообщение с заречными поселениями. Мост строится исключительно из местного леса. Обратите внимание на любимый плохими журналистами и плохими писателями страдательный залог. Петропавловским совхозам приступлено. И еще одна заметка. В этот же день, 16 февраля 1935 года, в том же номере газеты, под боком у милиции. На площади Свободы, около дома софт-парт-школы, вываливаются каждодневно куча нечистот, льются помои. А дровяник превращен в уборную, которой пользуются учащиеся софт-парт-школы и жители соседнего дома. Об этом знают и коменданты обоих домов. Это видит и милиция, под боком у которой находятся эти дома. Судьба его наказала. И последний день в сегодняшнем выпуске. Это 17 февраля, год 1937. Опять газета «Камчатская правда». В селе Елизово ликвидация неграмотности и малограмотности среди взрослого населения проводятся крайне слова. Хотя в этом селе насчитывается более 60 человек неграмотных и малограмотных, школу взрослых посещает лишь 6-7 человек. Одной из причин скверной посещаемости является то, что занятия в школе взрослых проводятся крайне нерегулярно. Избач товарищ Хрипунков, обязанный проводить занятия в школе ликбеза, к своим обязанностям относятся спустя рукава. Также безразлично относятся к школе председатель Елизовского колхоза товарищ Козлов. Но это, конечно, неудивительно. Были ли заинтересованы софт-партработники, руководители в том, чтобы грамотность росла? На бумаге – да, а на деле – нет. Потому что малограмотным серым населением проще руководить. На сегодня все. Это был проект «Камчатка. День за днем». А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, пишите комментарии. И, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова